А всем привет с канала Brim Team, и сегодня у нас такой обзорный опять-таки ролик, но больше не обзорный, потому что это уже не новинки в нашем рыболовном арсенале, это больше к тематике азбуки спиннинговой ловли, так скажем. Здесь я представил вам искусственные приманки, которые не включают в себя силикон, так как про силикон уже обзорный видеоролик был, прикреплю его там в подсказке. Здесь мы коснемся именно таких прям искусственных приманок в плане железа, воблеров и поролона. Сразу скажу, не будет здесь поролоновых рыбок, вставлены на пару фотографий, может быть видеоролик с игрой этой приманки. Так как мы ими еще не пробовали ловить, но все вот эти приманки уже видели воду, и могу сказать какие-то определенные рабочие моменты по ним. Начнем, давайте мы их вот так вот спихнем в кучу и будем раскладывать их и как раз таки обсуждать. Вот это лягушка, которая производит множество компаний, конкретно это от компании Намазу, это все один бренд, это Намазу, Еман, Следопыт. Такая лягушечка, сделанная под реалистик, то есть это от глаз до окраски, отгруженная маленькой свинцовой таблеткой, весит она что-то в районе 11 грамм, 8-11 грамм. И имеющая вот такие вот играбельные элементы, так скажем, которые в воде создают дополнительную анимацию, при проводке создается вибрация, и плюс есть в виде оранжевого пуза точка атаки. Позиционируется как щучья приманка, потому что когда она ее берет, ну и самовья, также жерех, может быть, но я сомневаюсь. Рыба ее хватает, проминает челюстью, и двойники вонзаются прямо в челюсти, все. Два крючка, довольно острых, вонзившись, уже не отпускают рыбу. Как по мне, довольно эффективная, то есть видел я, опять-таки, как люди на нее ловят, поэтому имеет место быть в рыболовном арсенале. Далее, мандулы. Очень много лет они уже на рынке разных форм, конкретно это вот такая вот эта, то есть тройники, сцепленные внутри проволокой, и вокруг такие поролоновые насадочки. Сделано это для такой нейтральной плавучести, имеется люрекс для точки атаки, но при проводке это всегда подгружается с помощью чебурашки, то есть, либо другого утяжелителя, будь то вольфрамовый сапожок, либо какая-либо другая утяжелительная снасть. Проводится по дну, позиционируется, как судаковая приманка. Хорошие баллистические свойства, то есть, полет у нее на высоте. Далее, наверное, сразу перейдем к железу, воблера напоследок. Вот такая бахрома непонятная, это две вертушки, то есть, это два элемента крутящихся, два разнокалиберных лепестка, так скажем, и маленький утяжелитель в виде рыбки, вот с таким большим крючком. Прямо-таки, здесь насажена такая силиконовая резиновая бахрома для дополнительной анимации. Спиннербейт, он позиционируется в воде, как исключительно дребезжащая, вертящаяся приманка, то есть, лепесток крутится по оси при помощи вертлюга. Этот лепесток вращается вот таким вот образом. Позиционируется так же, как щучья приманка, за счет того, что имитирует стаю малька. То есть, вот, три элемента, здесь как бы стайка такая. Считается довольно-таки эффективной. Дальше по железу это кастмастер, тяжелые жерехово-садаковые блесна, на которые кто-то как-то умудряется ловить и сазана. Позиционируется как тяжелая приманка, за счет такой отлитой формы. Конкретно это в 14 грамм. Имеется у этой модели точка атаки, тройник и заводное кольцо. Основной их плюс, что они стучат по дну, и где очень много рыбы, даже на звонком спиннинге можно почувствовать, как приманка падает на дно и стучит даже об голову рыбе. Считается такой одной из первых технологий в современном блесностроении, так скажем. Далее уже колеблющаяся приманка для лайта, для ультралайта. Без порядка 2 грамм, это тут тройник, наверное, по большей части весит. Колебалка, колеблющаяся блесна, является одной из самых первых приманок, сделанных вообще для ловли хищника. То есть, в воде проводится и лопатка при помощи таких колебательных как раз таки движений создает волну, создает звуковые также колебания с определенными частотами, что привлекает хищника. У работоспособности блесен такого рода сомнений не возникает. Далее, сразу две блесны, то есть, это вертушки, которых огромнейшее количество. Наверное, самые распространенные фирмы это BlueFox и Emebs. Здесь я представил два вида, чтобы дать понять, что они, в принципе-то, одинаковые. То есть, BlueFox это вот такая ультравайтовая блесенка, весом порядка 3,5-4 грамм. То есть, это своего рода колокол с утяжелителем для создания звука. Уже, кстати, проржавел весь бедный. И вот такого окраса сам лепесток. То есть, идет в воде вращение лепестка. За счет этого приманивается и хищник. На эту блесну я ловил очень хороших икуней. Так, далее. И такого же рода, то есть, вращающаяся блесна, вертушка, утяжелитель. И уже лепесток такой длинной продольной формы. То есть, и вес уже идет в 16 грамм. И более высокое воздействие при помощи подобного лепестка. То есть, уже может приманивать хищников и не по одному, и более крупные особи. Хотя иногда практика показывает, что на большие приманки идет, наоборот, мелкая рыба. Далее. Переходим к воблерам. Это, наверное, самое неизвестное, самое потаенное, что есть в рыбной ловле. Допустим, вот. Такой воблерок 60-ка. По длине. Да, вроде он. 60-ый. Сделанный под натуральную рыбку. Не шумовой. То есть, внутри нет шариков, которые издают звуки. А если так, то у него только сами тройники звенят. За счет небольшой лопаты имеет погружение от 0,7 до 1,5 метров. И создает именно имитирующие движения рыбку в воде. Особенно черная спинка. Что-то похожее на по типу маленькой плотвички, либо какой-то такой рыбки. Далее у нас идет свимбейт. Это очень эффективная приманка по щуке за счет большой имитации. Она трехсоставная. То есть, даже на этой приманке видно следы от зубов щучьих. То есть, не раз она ее ловила. Опять-таки, покрашенная пузоточка атаки. Определенного рода лопатка для заглубления. Но именно игра с свимбейта. Это полная имитация хвостового движения. Считается одним из самых эффективных воблеров. Далее идет поппер. Не обязательно должен быть такой маленький. Просто взял, который там в коробке лежал повыше. Приманка, не имеющая лопаты и издающая чпокующие звуки за счет вот такой вот воронки и отверстий. При проработке в воде издают звуки по типу... Надеюсь, смог каким-либо образом показать. Опять имеется вот такая точка атаки. И рассчитан как раз-таки на звуковую агрессию. То есть, рыба слышит подобного рода звуки. Идет смотреть что и видит что-то маленькое плей. И вот пытается это распробовать и цепляется за тройник. Также для дополнительной стимуляции и агрессии повешено вот такое оперение. Которое заменяет подобного рода точку атаки. И, наверное, лучшая приманка по щуке в траве, не считая лягушки. Это хорватское яйцо. Это фирма Эвис. То есть, это никакая там не финская, никакая фирма. Это Китаймань. Но суть одна. То есть, поверхностная приманка шумовая. То есть, погремушкой внутри стоят шарики, которые бьются об стенки и создают звуковые дополнительные движения. Крючок, который идет в плоскости к спинке. То есть, если вы ее не заводите прям под лилий и под коряжник, она не зацепится. И подобного рода поверхностная приманка как раз хорошо проявляет себя в болотистой местности. Прямо в зарослях в траве. И, опять-таки, имеет точки атаки. И такую тигровую разоцветку яркую, которая также может провоцировать хищника на цвет. Вот такой получился видеоролик. То есть, я вам в нем попытался, надеюсь, у меня получилось, рассказать о приманках. Именно силикон мы не затрагивали, потому что видеоролик уже на эту тему снят. А это как раз такие все искусственные приманки, которые заслуживают внимания. И считаю, что должны быть как бы в рыболовном арсенале не обязательно какие-либо ноунеймы. Хотя вот Blue Fox, вот Salma. Это я не помню, но это не Кита. Это какая-то фирма, кстати. Но ему уже даже не 5 лет, а больше. И поэтому пробуйте, экспериментируйте и делитесь отчетами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Они выходят регулярно на различные рыболовные темы, включая влоги. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.